Кроме того, очень важно понимать, откуда идёт вот это состояние лени, да, когда мы чего-то не хотим делать. Мы не хотим что-то делать, потому что нам это не нравится, всё очень просто. Если вы хотите посмотреть свой любимый фильм, то вы найдёте для этого время, вы отложите все дела и будете смотреть свой любимый фильм. Если вы хотите пообщаться с человеком, которого вы любите, то вы не будете искать отговорки, почему не получается, вы будете искать возможность, как это сделать. Даже есть такая хорошая поговорка, что тот, кто не хочет, ищет причину, а тот, кто хочет, ищет возможность. Поэтому, когда мы любим человека, пример, я думаю, понятный каждому. Потому что здесь в основном все люди взрослые, да, переживали, наверное, чувство влюблённости, были отношения. Мы все понимаем, что если мы любим человека, то мы готовы всё бросить и приехать, там, за тысячи километров, чтобы встретить любимого человека, побыть с ним рядом. Если мы не хотим, мы, конечно, будем находить отговорки, что там, слушай, у меня дела, меня там не отпускают, я не могу, или ещё что-то. Много-много других причин. Так вот, это касается и духовной жизни тоже. Если мы с вами не находим времени помолиться, значит, для нас есть какие-то вещи более важные, чем общение с Богом. Значит, вера у нас слабая. Если мы находим отговорки, чтобы не молиться и не служить Богу, значит, мы находим что-то другое. Это очень просто. Точно так же, если мы говорим, что я не могу в воскресенье прийти в храм, потому что у меня там нету сил, нету времени, это значит, что вера наша настолько слабая, что мы не можем прийти к Богу в храм. И когда человек говорит, у меня нет времени на молитву, или у меня нет времени на то, чтобы прийти в храм, я работаю или что-то ещё, это говорит о том, что человек не любит Бога всем сердцем и всей душой. Это значит, что ему всё равно, есть ли Бог в его жизни, и всё равно, может ли он с ним общаться или нет. Понимаете, вот это очень важный момент, который мы иногда не понимаем. И всегда думаем, как же мне научиться молиться, как мне найти время на молитву. Просто честно себе сказать, хотим мы этого или нет. Если мы хотим общаться с Богом, мы никогда не пропустим это. Другой момент, конечно, что всё должно быть в меру. И молитва должна быть в меру. Если мы будем брать на себя слишком много, и там сразу, вот только человек пришёл в храм, да, только думает, я сейчас начну молиться, и себе правила, как у святых, да, там, по пять часов в день молиться решили. Это невозможно. То же самое, как человек приходит в спортзал. Если он будет на себя брать большой вес, как там олимпийские чемпионы тренируются, кто-то покажет нам, вот смотри, там, штанга олимпийского чемпиона. Если мы её возьмём, мы надорвёмся и можем себе там связки порвать, спину и тому подобное. Это плохо закончится. Точно так же в духовной жизни, когда мы только пришли к Богу, нам нельзя сразу брать на себя очень многое, иначе мы уйдём из церкви. Мы скажем, я не могу так поститься, чтобы как монахи сухоедения, столько акафистов, столько поклонов, мне тяжело. Конечно, тяжело с непривычки. И человек поэтому может просто уйти из церкви. Человек постепенно должен увеличивать эту нагрузку. В молитве самое важное регулярно, чтобы мы молились каждый день. Пусть по чуть-чуть, пусть как-то криво, пусть с какими-то кривыми словами, с ошибками, но чтобы мы каждый день обращались к Богу, каждый день молились. И тогда у нас будет вырабатываться привычка, мы не сможем уже и дня прожить без молитвы, без общения с Богом. А если мы будем ждать хорошего настроения, что, ну, я не буду молиться, я подожду, когда у меня будет хорошее настроение. Мы никогда этого настроения не дождёмся, потому что у нас будут всегда какие-то дела, всегда какие-то проблемы, которые будут нам мешать. Это чётко надо понимать. Поэтому нельзя обращать внимание, там, хотим мы или не хотим, но задуматься о причинах того, почему мы не можем найти время на молитву, почему у нас никогда не получается, надо честно себе ответить. Потому что мы не хотим общаться с Богом, мы не хотим стремиться к Богу. Продолжение следует...